Приветствую вас! Ответить на вопрос, стоит ли вкладывать в эти отношения какие-то усилия или нет, я вам не могу, потому что это было бы нарушение профессиональной этики. Соответственно, решать вопрос о том, будете ли вы дальше вкладывать свои силы в мужчину или нет, это тоже вопрос решать вам, потому что мы психологи на такие вопросы отвечать не можем, потому что, ну согласитесь, это ваша жизнь и вам необходимо нести за нее ответственность. А вы, получается, как бы перекладываете это ответственность на нас, и если мы вам дадим совет, вы ему последуйте, и окажется так, что вы получили совсем не то, да, чего хотели изначально, то мы тем самым будем в этом виноваты, это не то, что можно назвать хорошим и желательным раскладом, ну по крайней мере для меня и для уважающих себя психологов точно. Вот, теперь то, что касается вашей проблемы, теперь то, что касается вашей ситуации, ну которую вы описали, да, значит, что я здесь могу вам сказать? Ну, во-первых, чтобы мужчину расположить к себе нужно две вещи. Первое, это понимать, какая женщина мужчине нужна, то есть, что ему нравится в женщинах, что он в женщинах уважает, что он любит в женщинах, что ему, что его привлекает в женщинах, да? То есть, вот такие вот вещи, которые как-то вот идентифицируют его желание и представление о том, какая женщина должна быть рядом с ним. И вам в этой ситуации, ну, все-таки желательно, вот, знаете, понимать для себя, можете ли вы стать вот для него такой вот женщиной, да, значит, без вреда, без вреда себе. То есть, чтобы вы, например, следовали какому-то образу, который вот мужчина, ну, для вас, например, установил, но при этом без вреда себе. То есть, можете ли вы быть той женщиной, с которой он нуждается? Это вот, наверное, первое, с чего я хотел бы начать свой ответ именно на ваш вопрос. Далее. Далее, что заключается в следующем. Значит, дело в том, что, чтобы заинтересовать человека, и чтобы заинтересовать человека не только вот, ну, как сексуальный объект, да, а, чтобы заинтересовать человека все-таки более, так сказать, на более глубоком уровне, нужно несколько важных моментов. Первое, это касается того, что, если у вас с ним общий интерес, вот, вообще, если у вас с ним общие интересы, если есть, то их нужно реализовывать. И чем быстрее вы их реализовывать будете, тем лучше. Чем качественнее вы будете их реализовывать, тем, опять же, лучше для вас. Чем активнее вы будете их реализовывать, тем опять же лучше для вас Без общих интересов, без понимания того, что мужчине нравится, чем он увлекается и так далее И без ответа ему на поприще его интересов У вас не получится никак заинтересовать его как человек, как вы хотите Просто потому что на основе чего вы сможете его заинтересовать, если, грубо говоря, никаких общих интересов у вас нет Возможно, имеет смысл как раз-таки попробовать заинтересов поискать Возможно, имеет смысл как раз-таки над этими интересами поработать Возможно, имеет смысл как раз-таки постараться как-то активнее эти интересы проявить, проявить, да, и так далее Это все зависит опять же от именно вас Вот как вы захотите сделать, так, в принципе, все и будет И, наверное, важно, чтобы вы Я вот даже думаю, что не наверное, а скорее всего Важно, чтобы вы понимали, какой это человек И о чем, как и когда с ним можно и нужно разговаривать Потому что, ну, например, если вы, грубо говоря, общаетесь с человеком на какую-то, вот, например, ну, скажем, душевную тему, а он к этому не настроен То получается такой своего рода дисбаланс между людьми И хорошего из этого, вообще-то говоря, ничего не получается Поэтому это также то, о чем вам стоит подумать И вот вы попробуете это все сделать, да Попробуйте вы это все реализовать Попробуйте вы действовать именно таким образом И далее смотрите на реакцию мужчины на вас Если после всех ваших усилий, которые вы предпримите Человек все равно, скажем так Человек все равно будет Вот принимать вас только как Сексуальный объект Что значит этот мужчина просто пока что не готов к серьезным отношениям И такое, к сожалению, бывает И относиться к этому нужно, ну, мягко говоря, спокойно И просто-напросто понимать, значит, что, ну, человек не ваш Человек не ваш, что поделать, ничего страшного Человек не ваш Рано или поздно вы найдете того, кто будет вашим То есть не нужно упорствовать, если вы видите, что человек не отвечает вам взаимностью Вот Особенно если видите, что ценности у вас совершенно разные Ну, так вот бывает, да, что он Вы одного хотите, мужчина, там, другого хочет И вы имеете право на свои желания Он имеет право на свои желания Здесь, я думаю, все более чем прозрачно Вот Значит, в своем дополнении вы пишете Не знаю, есть ли перспектива в отношениях, где первая встреча очень яркая, на вечеринке А потом, не знаю, не знаю, что делать, как развивать разговоры на не очень-то душевном со мной расположении Ну, во-первых, если честно, вызывает некоторое сомнение у меня То, как вы с ним поговорите, очень яркая встреча, но на вечеринке А на вечеринке, это, простите, не совсем яркая встреча На вечеринке, эта встреча, по сути дела, в обществе, это не встреча тет-а-тет Это не первое свидание, это не что-то такое И, быть может, вы выдаете желаемое за действительное, называя яркие встречи, то, что таковым не является Здесь нужно еще раз проанализировать И, наконец, последнее Почему вы считаете, а вы, скажите, почему вы считаете, это достаточно серьезно Почему вы считаете, что мужчина не должен делать первые шаги Ну, вы говорите про себя Что вот я хочу как развивать, как мы говорим и так далее А почему вы не считаете, что это должен мужчина делать Например А если вы считаете, что это должен делать мужчина То тогда очевидно, что он, этот мужчина, вам не подходит Потому что он ничего не делает из того, что должен Возникает вопрос, а почему вы за него держитесь Что заставляет вас держаться за него Понимаете? Может быть, вы опасаетесь, что больше не встретите никого Может быть, у вас еще какой-то страх есть Это вы тоже нужно разбираться, если представляете В любом случае, вести себя нужно так, как будто вы в мужчине не заинтересованы И вообще никак от него не зависят Если вы показываете зависимость людям, не важно даже здесь, что это мужчина Любому человеку вы показываете свою зависимость И тут же этот человек воспринимает вас как слабого И у него появляется искушение вами манипулировать и вас использовать И хочется рассказать, чтобы вы не искушали людей этих Потому что человек слаб и ему не допускают промахи Ага, промахи человека Иногда бывает неправильным На этом все Надеюсь, что помог вам Если какие-то дополнительные вопросы остались Пишите в личку Я вам помогу Если понравился мой ответ Буду благодарен, если сделаете его лучшим Желаю вам всего самого доброго И удачи